Это сейчас в регионе на канале ПС. С вами Артемий Заварзин. Добрый день. Затяжная холодная весна подкорректировала дату отключения отопления в Архангельске. Изначально планировалось сделать это 22 мая, но из-за низких температур воздуха сроки переносятся. Конкретная дата пока не названа. Гидравлические испытания, соответственно, тоже откладываются. График отключения горячей воды в областном центре будет скорректирован и опубликован на сайте администрации Архангельска. Сегодня 95 лет со дня создания Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. В советское время пионером был почти каждый школьник. Не принимали только отпетых хулиганов. А уж исключение из пионеров было высшей мерой школьного наказания. С распадом Советского Союза пионерия канула в лету, но ее идеалы по-прежнему живы. Так, столица Памурия лучшим пионерским традициям следует организация Юность Архангельска. Сегодня ее активисты собрались на торжественную линейку, приуроченную сразу к двум дням рождения. В этих рядах нет рожденных в СССР. Однако ребята, собравшиеся сегодня на площади мира, стараются перенимать то разумное, доброе, вечное, что оставила нам советская эпоха. Они – активисты детской организации Юность Архангельска, которая в своей работе опирается на принципы пионерского движения. Неудивительно, что и день рождения юны приходится на 19 мая – День пионерии. Пионерская организация, пионерское движение были отличные принципы воспитания молодежи, которые и на сегодняшний день по большому счету актуальны. Это горячо любить свою родину, уважать старших, помогать своим ближним, своим товарищам. Своё восьмилетие, как и 95-летие пионерии, Юность Архангельска отметила торжественной линейкой у вечного огня. По традиции, ребята и их наставники подвели итоги работы в учебном году, отметили отличившихся. Мы собрали огромное количество помощи для пожилых людей, одиноких пожилых людей, для бездомных животных и для нуждающихся категорий. Каждый год на торжественной линейке Юность Архангельска пополняет свои ряды. На сей раз галстук повязали мальчишкам и девчонкам из 16 новых отрядов. Зачем ты вступаешь в эту организацию? Чтобы помогать пожилым людям, детским домам, приютам. Я собираюсь помогать городу, рисовать рисунки, участвовать в разных конкурсах, тем самым зарабатывая деньги, чтобы помочь больным. Ежегодно организация Юность Архангельска участвует примерно в 30 социально значимых мероприятиях и акциях. Сегодня в ней состоятся выше 6 тысяч школьников. И с каждым днём таких тимуровцев становится всё больше. Алексей Карельский, Владимир Орлов, Архангельское телевидение. Урок «Арктика. Фасад России» прошёл сегодня в 14-й школе Архангельска. Лекцию ребятам прочитал глава региона. В преддверии Дня полярника губернатор Игорь Орлов рассказал о знаменитом Папанинском дрейфе. 274 дня весь мир следил за перипетиями жизни четвёрки отважных советских полярников на дрейфующей льдине. С тех времён прошло уже 80 лет, а знаменитая экспедиция «Северный полюс» под руководством Ивана Папанина навсегда вошла в историю. Вы знаете, мы хотим сегодня, чтобы наши ребята, живущие в арктической зоне Российской Федерации, воспринимали эту территорию не как некое виртуальное проспанское, находящееся где-то далеко. Они должны знать, что это их земля, им здесь жить, им за неё нести ответственность, оставлять её будущим поколениям. И они должны об этом знать. Игорь Орлов рассказал школьникам и о научных арктических экспедициях современности, плавучий университет, Арктика, территория диалога. Это проекты, которыми может гордиться Архангельская область. К другим темам сегодня глава Архангельска Игорь Годзиш встретился с генеральным консулом Норвегии в Мурманске Уле Андреасом Линдеманом. На совещании обсудили существующие совместные проекты и намечили планы по реализации будущих. Фото на память, рукопожатие и обмен подарками с официальным визитом генеральный консул Норвегии в Мурманске Уле Андреас Линдеман посетил Архангельск в последний раз. Я здесь, это немножко печально, потому что уже кончится мой срок работы здесь на севере. И так что я повел последние крайние такие пожарные визиты здесь в университете и у губернатора в администрации, и здесь у мэра города. Чтобы тоже передавать эстафетный релей моему преемнику. Имя преемника генконсул не назвал, но пообещал дать своему последователю напутствие продолжать дружбу с Архангельским регионом, которая длится уже более 20 лет. За это время были реализованы десятки русско-норвежских проектов в сфере медицины, образования, бизнеса, экологии. Те проекты, которые, например, завязались между школьниками, третьей гимназии и так далее, здесь важно, чтобы они дальше имели свое продолжение. Продолжался обмен, безусловно, интересные проекты, которые сегодня реализуются в УИТРАМСЕ в части образовательных проектов университета. Обмен студентами, совместные исследования в области Аркти. На встрече наметили и планы на будущее. Например, осенью с бизнес-миссией в Архангельск приедут норвежские предприниматели. Будем организовывать встречу предпринимательского сообщества по развитию совместных проектов. Морепродукты перерабатываются у нас и в Норвегии, рыболовные правлеры ходят тут и там. Есть компании, которые развиваются и здесь, и там. И я знаю, что уже через торгово-промышленную палату есть определенные связи, наработки. Развитие северных территорий в сфере экологии, бизнеса, энергетики обсудят на российско-норвежской экономической конференции. Она пройдет 22 и 23 сентября в Архангельске в рамках Маргаритинской ярмарки. Вадим Федосеев, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. 65 тысяч гектаров леса восстановят в этом году в Архангельской области. Среди регионов северо-запада мы на первом месте по лесовосстановлению. В реализации пилотного проекта интенсивной модели лесопользования по море также впереди соседних областей. В Архангельской области в приоритете естественный способ восполнения баланса в лесах, то есть сохранение молодой поросли деревьев при вырубках. В 2018 году в регионе начнет работать модель интенсивного лесопользования. Применяя эту модель, мы создаем условия, чтобы с единицы гектара как можно больше получить выход древесины. Для того, чтобы получить дополнительный объем древесины, не увеличивая площади рубок, а именно внедряя эту модель и увеличивая выход с каждого гектара. Новую систему будут тестировать в Двинсково-Чегодском таежном районе. Там будут применять рубки ухода. Березы и осины растут быстрее. Под их кронами ютятся сосны и ели. Лесозаготовители будут сводить лиственные породы, чтобы дать больше простора подрастающим хвойным. Естественная поросль устойчивее к тяготам северного климата и имеет большое преимущество перед сеянцами. Осведенная древесина, так называемые танкомеры березы и осины, пойдут на целлюлозные производства. А если мы говорим о современных технологиях и о современной модели теченого лесопользования, да, она рассчитана на использование вот этой танкомерной лиственной древесины. Когда можно получить прибыль от таких даже рубок ухода и получить прибыль-то двойную. Целлюлозные гиганты ИЛИМ и АЦБК готовы к внедрению инноваций, поскольку при нынешнем подходе к вырубкам леса намечается серьезный дефицит сырья. Под пилотный период работы новой модели выделили 10 миллионов гектаров леса. НИИ лесного хозяйства предлагает задуматься о выращивании леса в плантационном формате. По результатам исследований для этого больше всего подходит сосна скрученная. Обладая более значительным мощным симуляционным аппаратом, эта сосна обгоняет сосну обыкновенную в возрасте 15-20 лет, по высоте в 1,4 раза, по диаметру примерно в 1,9 раза и по объему ствола в 2,3 раза. Запуск новой модели интенсивного лесопользования запланирован на июль следующего года. Сейчас на федеральном уровне готовится пакет регламентирующих документов. В Архангельской области к этому времени должны принять новый лесной план. Олеся Кокина, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. Итоги дня в 19.20 на канале ТВЦентр. Не прощаюсь и жду вас.